Вечер на Думской ТВ Все самые последние новости озвучим в этой студии. И, конечно же, поговорим о законопроекте, над которым работали очень долго. И на этой неделе он был принят в Верховной Раде Украины. Законопроект о реинтеграции Донбасса. Все эти две темы вы можете обсуждать вместе с нами. Вы видите и увидите номер телефона на экране. Ну а пока приступаем к вопросу о реинтеграции. В студии для вас работает Елена Еремеева. Никита Тарула, Денис Яковлев, политолог, гость нашей студии. Приветствуем вас. Будем говорить о том, что парламент принял закон о реинтеграции Донбасса. Страдали мы все долго. И мы обсуждали, страдали. И депутаты принимали, страдали. Не просто. Да, все, кто мог страдать, все страдали. А теперь мы обсуждаем и страдаем. Потому что вчера он назывался реинтеграцией. Сегодня уже все спохватились. И стали говорить, что это закон о деоккупации. А я хотел бы сказать, что это закон про особливости державной политики и забезпечения державного суверенитета Украины на темчасово оккупованных территориях в Донецке и Луганске областях. Полное его название. Ну это суть. То есть название обычно отображается суть и цель. В небольшом сюжете теперь и от нас суть и тезисы этого законопроекта. И вернемся в студию. Пожалуйста. Продолжение следует. Также по документу управление всеми силовиками в зоне конфликта осуществляет руководство вооруженных сил Украины, а не СБУ. Исчезает также само понятие АТО. Ответственность за ущерб на оккупированных территориях возлагается на Российскую Федерацию. В каждой статье червоную линию просякнуто про то, что Россия несе ответственность за свои действия. Россия – страна агрессора. Россия ответит за оккупацию территорий. На Россию покладается ответственность за стан вещей на темчасово оккупованных территориях. Много вокруг этого закона действительно было противостояния. В прошлом году в связи с обсуждением этого закона заживали дымовые шашки в украинском парламенте. В этом году уже на этой неделе жгли шины противостояния с правоохранительными органами. Почему так много вокруг этого закона и непонимания, собственно, и огня, и шума? Мне кажется, что есть такая максима в политической науке. Она гласит, что внешняя политика является прямым продолжением внутренней политики. Мне думается, что в связи в том числе и с принятием этого закона, что сегодня внутренняя политика является продолжением внешней политики. То есть внешняя политика сегодня доминирует. И мне кажется, что вот отображение этих внешних дискуссий, поскольку не зря прозвучало и у вас в сюжете, минские соглашения, реинтеграция, деоккупация, это все такие вещи, которые находят время от времени свое продолжение во внутренней политике. Скажите, ну а сам факт того, что о минских соглашениях в этом законопроекте ни слова. Это говорит о том, что все, есть свой алгоритм, который даст возможность все это осуществить без них? Вы знаете, я честно искал на сайте Верховной Рады и даже нашел. В преамбуле там действительно упоминаются минские соглашения. Ну правда, комментаторы говорят, что это в преамбуле, и это не имеет отношения, мол, к телу закона. Все-таки, вот я внимательно посмотрел этот закон и внимательно посмотрел минские соглашения 15 февраля 2015 года. Я напоминаю, статус имеют они международного соглашения. То есть это было действительно и в присутствии и Меркель, и Оланда, тогда президента Франции. Значит, о чем идет речь? Что в какой-то степени, конечно, они, ну и в самоупоминании, в какой-то степени они являются продолжением минских соглашений. И в каком аспекте, что идет, на мой взгляд, определение все-таки той части территорий, которая подлежит деоккупации, реинтеграции в ближайшее время. И возможно, ну вы извините, политолог должен говорить либо об управлении, либо о выборах. Значит, так вот, как политолог могу сказать, что возможно это связано с тем, что год предвыборный, один из аспектов, я подчеркиваю, поскольку в минских соглашениях там и когда мы говорим, когда они пишут и об отводе тяжелой техники, и об определении субъекта, то есть кто определяет. Но здесь четко уже определено в этом, кстати, законе, что президент Украины определяет вот перечень этих городов, сел, там, селыщи и так далее, которые будут относиться, которые относятся к украинской территории. И я как бы, ну дальше уже следующая фраза, граждане будут принимать участие в выборах. Да, поэтому здесь вот мы начали с того, что это не законы реинтеграции, а деоккупации. Возможно, за год мы пройдем эти этапы, дай бог, деоккупация, да, там, реинтеграция и избирательная кампания. Практическая польза. Вот мы тоже вчера об этом много думали, говорили. Вот для каждого украинца, что этот закон может означать и означает ли? Вы знаете, ведь там находятся граждане Украины и очень много людей, которые вынуждены были в силу обстоятельств сюда переехать. И сегодня они живут здесь. Это так называемые переселенцы. И мне кажется, что для них это тоже значимо, поскольку, во-первых, вот то, что я там прочитал, то, что я там увидел, оно действительно, может быть, не бросается в глаза, может быть, так не выпукло, оно обозначено. Но, по крайней мере, четкое распределение функций, по крайней мере, да, вот куда идти за документами, куда идти в этом случае, куда идти при рождении, да, там, и так, при смерти и так далее и тому подобное. То есть мне думается, что за эти годы на территориях, которые даже принадлежат Украине, и в основном принадлежат Украине, они все-таки существуют, не существует баланса властей. И вот мне кажется, что туда вот заходили, опять же, да, вот со своими претензиями, может, со своими полномочиями, да, различные органы власти, тем более, что и в Минских соглашениях, ведь там прописано, что там в 15-м году должна была быть принята конституция, в которой четко должно было быть прописано вопросы децентрализации. Так вот, мне кажется, что вот эти процессы, которые мы сегодня говорим о Донецкой и Луганской областях, вот мне кажется, там хорошо очень прописана вот их управляемость. Потому что я тоже прекрасно понимаю, что когда встречаются два бюрократа, да, то они первым делом не должны выяснить, какие проблемы у населения, а должны выяснить, кто из них главный. Вот мне думается, что в этом законе оно прописано. Как оно будет работать на практике, поживем и увидим. Считайте этот закон в некотором смысле таким законом, который позволяет и дальше, в частности, президенту страны эксплуатировать тему войны. Вы знаете, тема войны, то есть здесь, мне кажется, что как бы эксплуатируй, не эксплуатируй, а она сегодня идет, и эта проблема сегодня существует. Другое дело, что, да, центр тяжести переносится на президента. Все-таки уже это будет не АТО, а опять же выстраивается здесь четкая иерархия. Появляется такой термин «командующий объединенных сил», который, собственно говоря, на президента переносится основной центр тяжести вообще в урегулировании всех вопросов, связанных с вопросами, вот о чем мы говорили, реинтеграция и деоккупация. И вообще на президента, президенту в руки дается возможность в одностороннем порядке объявлять военное положение. Да, но это козырь, конечно, это козырь президента и президентской команды. Но здесь я все-таки хотел бы подчеркнуть, вот я как сторонник идеи выбора, мне все-таки кажется, что здесь это следствие разбалансировки властей непосредственно между президентской, если мы говорим о ветви власти, вообще если можно так говорить, да, президентской, парламент, кабинет министров. То есть мне кажется, здесь до сих пор у нас нет баланса властей. Давайте прямо сейчас услышим нашего корреспондента. Юлия Долганюк находится недалеко от улицы Новосельской, где происходила сегодняшняя перестрелка. И о последней информации сообщить нам прямо сейчас. Юлия, тебе слово. Здравствуйте, студия. Мы продолжаем находиться на месте событий, где примерно два часа назад произошла перестрелка между двумя злоумышленниками, как потом выяснилось, и полицейскими. В ходе перестрелки было ранено три человека, и выяснилось также, что злоумышленников было двое, и оба из них убиты. Попытаемся обязательно наладить. Во-первых, четыре стаття 296 КК Украины – это злостное хулиганство с застосованием огнепальной оружием. Подчас переверки на адресе, за предыдущими данными, злоумышленник выявился на месте и застосовав огнепальную оружию на адресу. Обязательно будем продолжать держать руку на пульсе. Узнаем все подробности. Сейчас небольшая сложность со связью. Однако, если не получится услышать Юлию Долганюк, в 20.10 в этой студии появится Русан Форостяк, и от него подробно услышим все. Возвращаемся в студию. Денис Яковлев, говорим о реинтеграции Донбасса или закон о деоккупации. Ну да, особенности государственной политики. Знаете, очень часто доводится слышать, что высокопоставленные чиновники высокого ранга, они говорят, что какое ваше самое большое достижение за год работы или за... Говорят, ну вот удалось восстановить управляемость областью. Так вы извините, это Одесская область, допустим, и это год времени прошел. Говорят, удалось восстановить управляемость области. То есть на самом деле управляемость – это фундамент для деоккупации, для всего остального. Потому что если не будет управляемости, в том числе на той территории, которая сегодня контролируется Украиной, то не будет и других процессов. Не показалось ли вам, что под каким-то давлением принимался этот закон и, ну скажем, американские партнеры рекомендательно в этом вопросе и назидательно были настроены, что, собственно, не давало нам возможности спокойно рассмотреть все эти 700 правок без противостояний, которые мы видели. Очень много сголоса, насколько я понимаю, там вносилось, тоже в тексте не отображается. Но, возможно, оно будет отображено в ближайшее время, потому что очень много зачитывал буквально, ну, выступающие с трибуны, да, и спикер говорил, вот голосуем в такой редакции. Это действительно был, это факт. Ну, маркером, одним из маркеров того, о чем вы говорите, как мне показалось, это то, что не ожидали, что таким большим количеством голосов, и депутаты об этом прямо говорят, да, что не ожидали, что таким большим количеством голосов это будет принято, и проголосовали, ну, практически достаточно большое количество фракций. С другой стороны, действительно, здесь есть очень один серьезный нюанс, он связан с тем, насколько это идет вообще, ну, в разрез с экономической политикой, да, потому что это уже не раз отмечалось, но вообще в этом законе есть три аспекта, так, если говорить политически правильно, абсолютно, это минские соглашения, это он противоречит, дополняет, развивает, или вообще невозможно, да, нужно что-то одно выбирать. Возможно, мы вступаем в дискуссию относительно минских соглашений. Это и выборы, это политический аспект. Есть, конечно, военный аспект, то, о чем мы уже говорили, это то, что будет, как это говорится, командование объединенных сил, да, акцент на президента, военный аспект, то он существует, и не надо, я думаю, этого бояться, и можно здесь и это козырь поднимать. Но есть экономический аспект. Вот что в экономическом аспекте, что меня, ну, удивляет, и где-то, может быть, даже, как такой тоже маркер и сигнал для всех политических сил в Украине, что как только появилась тема, как только появляется, это уже не первый раз, как только появляется тема с приватбанком, сразу появляется следующая тема, выступает представитель самопомощи и говорит, подождите, там идет торговля, там даже вице-спикер, там, если цитату посмотреть, я не знаю, она говорит, что идет торговля, а тогда, это я практически цитирую, да, значит, тогда можно сказать, что они обмениваются снарядами, и это называется войной. То есть, что было заявлено, да, это тоже один из маркеров, кстати говоря. То есть, это экономический аспект, который имеет прямое отношение к, ну, фактически такой, да, экономической ситуации в Украине. То есть, ну, с одной стороны, мы признаем уже официально Россию страной-агрессором, и, наверное, это нужно было сделать, возможно, и не сейчас, и намного ранее, при этом мы сохраняем дипломатические отношения, кроме того, мы даже наращиваем товарооборот, мы вынуждены теперь значительно больше газа покупать у России, ну, так, придется уже делать. Ну, да. То есть, вот здесь, как бы, опять же, вот вроде бы, что есть и политический аспект, есть и понимание того, что это, да, там, политика, это война или, там, продолжение и так далее, но здесь есть очень серьезный экономический аспект. И в этом отношении, вот, как мне думается, что его, вот этот экономический аспект, они же эти все вещи, многие вещи, они возникают спонтанно, из потребностей людей, из тех возможностей, которые, как это ни прискорбно, да, но они открывают или закрываются. И поэтому то, что возникает спонтанно, это сложнее всего потом загнать назад в какое-то прокрустовое ложе, и действительно это возможно только в условиях, ну, вот, как это, вот, да, чистого листа. А здесь уже возникает политический аспект. Возможно ли это будет? Вы говорите о том, что, я назову эту цифру, 280 народных депутатов проголосовали за законопроект, который станет законом, скорее всего, его подпишет в ближайшее время президент. Вы считаете, что это много? Оппозиционный блок практически отстранился, не голосовал за законопроект, однако некоторые представители власти, лидеры партии говорят, что те, которые именно голосовали, следующий тезис объявляет, что те, кто не голосовал, враг государства. Читаете ли вы такой тезис? Да, это, вы знаете, вроде бы, это уже старая песня, достаточно старая песня. И здесь, мне кажется, что она возникает, вот как раз следующий аргумент, да, в любом споре, в том числе там, когда мы оперируем какими-то экономическими цифрами, да, то сразу же это идет обвинение как минимум в непатриотической позиции. Насколько это обвинение будет работать и дальше, ну, мне кажется, что оно уже, так сказать, на последнем из дыханий, и вот-вот люди перестанут на него тоже реагировать. То есть здесь нужно просто рассматривать, что в этом законе есть какой-то определенный безусловный позитив, есть и негатив. Негатив в чем заключается? Что, опять же, нужно посмотреть отсылку к Минским соглашениям. Там все прописано пошагово с международными гарантиями. То есть насколько мы, насколько сегодня этот закон удастся в плане его реализации приблизить к тому, что записано в Минских соглашениях или путем внесения правок, или же уже сама жизнь, сама практика подскажет, да, какие положения работают, какие нет. Но в целом, я бы так, если подводить итог, то нужно сказать, все-таки он переносит баланс и ответственности, и баланс властных полномочий на президента Украины. Ожидаете ли ухудшения ситуации на Донбассе? Тем более мы видим уже некоторую реакцию боевиков о том, что они готовы, и они считают, что принятие такого закона развязывает руки Украине, украинскому парламенту, президенту. Ну, понятное дело, что они будут говорить это, однако реакция уже есть. Знаете, очень-очень бы хотелось здесь и не ошибиться в этот раз, но я могу сказать так, что для меня лично показателем, очень серьезным показателем той обстановки, которая на востоке Украины существует, является обострение политики и политических баталий внутри страны. То есть как только в Киеве мы начинаем понимать, кто против кого, и как только призывают на трибуны, баррикады и так далее, и тому подобное, для меня это, лично для меня, я могу ошибаться здесь, но очень бы не хотелось ошибиться, для меня это показатель того, что на Донбассе вот замороженный конфликт, он всегда лучше, чем конфликт в горячей стадии, поэтому для меня это показатель того, что там он является пока что, на сегодняшний день, замороженным. И как только снижается активность политическая внутри страны, для меня это маркер того, что, наверное, что-то может готовиться и происходить там. Пока что я не вижу снижения такой политической активности, и даже я бы сказал, уже, наверное, можно произнести это слово, в 2018 году уже предвыборной активности. То есть предвыборная активность увеличивается, а раз она увеличивается, это является показателем того, что, дай бог, что там будет все спокойно. Спасибо вам большое. Денис Яковлев, политолог, говорили о принятии закона о деоккупации, так уже его называют. Теперь прерываемся ненадолго, продолжим, поговорим, конечно, о главной теме сегодняшнего дня – перестрелка в центре города. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова